всем привет мы с вами снова встречаемся и у нас вы будете удивлены опять лекции в учлите математики кибернетики по всяким вещам так или иначе имеющим прямое или не очень прямое отношение к линуксу потому что это то чем я умею заниматься а вот но как обычно отношение не очень прямое и сегодня у нас открывается цикл лекций под названием архитектуры язык асэмбля риск 5 ежели кто еще не в теме про то кто я такой я сотрудник в культе ученики математики кибернетики зовут меня георгий курячий вот сайтик который сейчас видите я использую для всяких своих проектов образовательных в основном вот еще я сотрудник компании базальт с по и мы там занимаемся как раз российским дистрибутивами linux и из-за этого продолжаем да значит вот от этого от того что я как бы мы основное место работы эта компания базальт с по у нас всевозможные linux тематика так или иначе просачиваются в нашей лекции вот разговоры у нас есть группа в telegram который обсуждает все пока что все лекции у нас в этом семестре их планируется аж три направления вот я решил пока не разделять это пускай тусовка будет примерно одна вот и мы с вами в этом семестре вот в этом курсе занимаемся вот такой темы архитектура и в м и заказами риск сразу хочу сказать о том что будет что нас ждет впереди и чего у нас впереди значит не будет во первых этот курс формально проходит на факультете как почему-то аспирантский вот не буду вдаваться подробности почему скажу только что это чисто организационный такой трюк вот понятное дело что если бы мне сразу сказали сделать аспирантский курс я бы сделал по-другому вроде бы считается что курсы для аспирантов такие должны быть обзорные с всякими интересными подробностями современного состояния дел потому что с конкретикой вроде как они сами могут разобраться но как я еще как я уже говорил в общервах я как бы не был к этому готов вторых я так в общем не умею точнее не так я так конечно же умею рассказать делать обзор чего-нибудь но испытывают этого смертную скуку мне кажется что не только я и в общем по этой причине делать и этого не буду во вторых вот этот наш курс который у нас два часа в неделю одна пара в действительности является частью большого комплекта примерно аналогичного тому что читается у нас на факультете под названием актуруевым язык ассемблера во втором семестре первого курса вот так я такую такого рода лекции делал когда-то для филиала университета вот и это так сказать одна часть вот связи с этой спецификой что этот наш курс это одна часть большого проекта мы пропустим начало этого проекта и конец извините да и это как раз тема о том чего будет и чего не будет чего будет и чего не будет в наших разговорах вот конкретно в этом семестре по этой теме начнем 100 с того чего не будет продолжим тем чего будет разумеется не будет у нас никакой подводки к понятию архитектура то есть вот все эти темы которые есть скажем на первом курсе связанные с там модельными учебными машинами у которых там примерно десяток команд я которые бывают различные виды адресации различные виды упаковки данных и так далее и тогда не будет подводки ксер схема техники со всякими вот этими ключами логическими схемами всего остального не будет даже объяснение формально формальное объяснение того что такой регистр что такое компьютерная память чем отличаются регистровой памяти от обычной и так далее хотя возможно если мы выкроем на это время я чуть-чуть расскажу про то почему бывает память и память но вот не факт вот предполагается что это все было уже рассказано в какой-то форме но если нет то впихнуть это все в один семестр два часа в неделю я считаю нецелесообразным и невозможно получится та самая обзорная лекция от которой я испытываю смертность не будет рассказа о различных архитектурах несмотря на официальное название нашего аспирантского курса по текстур современных ивм потому что опять таки в при таком формате да у нас там примерно 12 если не сказать 11 лекций то есть ну в общем да получается 22 часа 24 при таком формате все как бы все современные архитектуры за 24 часа ну вы сами понимаете что получится это тоже мне не хочется не будет примерно половины тематики связанные с архитектурой в м которая начинается грубо говоря с того момента где начинается виртуальная память это меры вынуждены по двум причинам во первых все из-за того же из экономии времени мы мне хочется в этот фрагмент который у нас сейчас происходит сделать его максимально близким по изложению к тому что должно происходить вот в этом большом комплексе и во вторых мы с вами будем пользоваться течение этого семестра одним конкретным эмулятором риск файв я его сейчас покажу в котором все это верхней части просто нет она там отсутствует вот соответственно даже если бы я нашел время на рассказ этот рассказ получился бы обзорный смотри выше не хочу обзорные лекции делать а вариант делать его не обзорным а например проводить на настоящем железе или хотя бы на хорошему эмуляторе там конкретной доски риск файвовской это означает влезать в еще одну тему достаточно большую настолько большую что опять смотри выше не влезет что это означает это означает что в рамках данного курса мы будем изучать практически систему команд риск файв вот писать программ на assembly немножко изучать технику программирования на assembly у нас запланировано одна большая одно большое занятие на эту тему полную практическая вот и сквозь эту призму разглядывать ту часть принципов развития архитуры в которую собственно можно увидеть то мы будем говорить о всяких значит сопутствующих темам сопутствующих штуках которые учитываются при развитии в м при при планировании и дизайне конструирование их вот ну и соответственно вот как то так все это будет происходить вот да значит понятно что из нашего рассмотрения также выпадут разговоре о чего разговоры о чем-то что не является процессором но потому что современной архитектуры современной в м это еще и здоровенное количество всевозможных внешних устройств и протоколы общения с ними про то как процессор с ними общается мы говорить будем про то как они сами устроены разумеется не будем иначе это на многие годы разговор да и к сожалению у нас выпадет еще одна важная для современности часть это архитектуры не общего назначения а какие-то спец вычислители самый главный спец вычислитель современности это разумеется гпу графический процессор вот у них у гпу есть множество очень интересных особенностей понятное дело что временные рамки нам не позволят это все впихнуть в один курс и мы это тоже смело опустим вот так же мы не будем заниматься всевозможными продвинутыми техниками программирования на самом деле просто потому что это не тема нашего занятия нашего разговора вот так и это у нас такой разговор о том чем мы не будем делать кого разочаровал извините как бы не хочу впихивать невпихиваемое вот а теперь что мы будем делать значит весь наш разговор будем посвящен такой модный современный продвинутой архитектуре который называется риск файв это очень интересный очень пафосный проект которому там недавно использовалась использовалась 10 лет вот то есть это очень свежая в этом смысле линейка прямо совершенно отдельно от всех остальных вот особенности и принципы этого проекта мы обсудим чуть позже вот хочу сказать только что в какой-то момент вот это вот все движение буквально прорвало туда начали присоединяться в стройными рядами совершенно все ведущие производители железок мира там intel и nvidia производители жестких дисков оба оставшихся в живых вот еще куча всяких спецконтор которые занимаются там сетями сетевыми процессорами всего то есть к этому к этому foundation стали присоединяются практически все вот насколько это повлияет на будущее обышлительной индустрии мы с вами увидим вот ну а пока что мы изучаем все еще вполне такую маргинальную но стремительно набирающую популярность архитектуру с некоторыми особенностями позволяющими ее изучать как это сказать с большим удовольствием чем другие архитектуру вот в частности для практической работы мы будем использовать штуку под названием rars вот ее сайте гитхабчики вот собственного сайта у проекта нету потому что на самом деле этот проект является модификацией довольно старого учебного проекта под названием марс сейчас я покажу вот сейчас его покажу просто было понятно насколько древний этот проект 2004 что ли году его затеяли свое время вот видите сайте уже выглядит страшно что-то не то происходит происходит что-то не то но неважно в общем в общем университет миссури когда-то это дело наваял вот с тех пор его поддерживали более или менее вот да ну не будем дальше смотреть в этот марс короче говоря в какой-то момент он стал менее актуален сейчас вы узнаете почему вот а люди значит вместо 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 него прям взяли этот исходный код и переделали его под риск 5 благо это можно было сделать достаточно легко вот ну как легко благо это было возможно значит добывается он вот отсюда этот самый марс это программа написано на джава поэтому для того чтобы запустить достаточно просто скачать вот этот jr файл а вот и запустить его из командной строки секунду вот вот он да вот взять искать ему так джава минус и вот эту всю фигню вот и вуаля вот он запустился тот самый марс он же раз на самом деле точнее это это как раз раз вот он представляет собой интегрирую среду программирования в которой есть и редактор кода и значит отладчик и отладчик с показом регистров короче говоря как шрифты поганые сейчас я пакет наш запущу он чуть-чуть получше вот вот тут шрифты по-нормальнее у джава странные проблемы с шрифтами обычный по крайней в линукси точно вот а значит ну вот давайте я попробую там какую-нибудь первую попавшуюся программку открыть вот программа сложения двух чисел вот вот так выглядит редактор вот вот мы его компилируем эту программу вот так выглядит отладчик к сожалению я не смог добиться от марат рарса чтобы он буковки побольше сделал так что боюсь что на видео это будет уже совершенно невозможно смотреть но я чуть под придумаю у меня есть несколько вариантов как это как-то проблему исправить но сегодня пока так вот вот значит пошаговая пошаговая отладка вас ну в общем давать то есть она еще там вот пытается что-то вводить вот пожалуйста сложение двух чисел вам не видно на самом деле там внизу сумму вывезли вот я постараюсь придумать чтобы буковки были побольше либо сделал увеличительное стекло какой-нибудь ну неважно короче говоря вы имеете представление о том что такой вот этот эмулятор он достаточно удобный вот в нем есть всякие полезные штуки включая например имитацию кэша имитацию предсказания перехода это к вопросу об архитектуре в м до работы со всевозможными внешними устройствами разумеется тоже виртуальными вот в общем все это у нас в курсе нас ожидает вот таким вещами мы будем заниматься что мы еще будем делать мы будем писать в качестве домашних заданий программ на ассемблере которые будут и эксплуатировать соответствующие темы вот нами выученные папы до тех пор пока это не потребует интерактивности эти программы на ассемблере будут чисто автоматически проверяться системой и дрожь и регистрация на наш скац курс это просто регистрация вид же ссылка прилагается на титульной странице курса а вот потом видимо потом видимо когда пойдут всякие интерактивные штуки типа обработчика прерываний нам придется делать программ который автоматически проверить сложно возможно все закончится например небольшим финальным проектом вот который нужно будет написать или какой-то контрольный я имею ввиду тех людей которым нужна реальная оценка ну или зачет вот они просто так нам пришли таких я тоже очень уважаю да ну короче говоря там будет видно но поначалу будем решать задачки вида же имейте это ввиду и регистрация вида же это и есть запись на спецкурс вот ну и как бы кто меня знает разумеется я не удержусь от всевозможных комментариев вообще всякого бла-бла на тему того что такое риск файв и его место в этой жизни вот о чем собственно прямо сейчас и начну говорить хотя хочется уже перейти к конкретике еще одна вещь о которой я говорить не буду потому что времени нету и это чистая бла-бла вот это основной по моему мнению принцип разве развития компьютерных архитектур и вообще информационных технологий в железе в нашей вселенной этот основной принцип состоит в следующем если говорить о говорить коротко он стоит в том что то что уже сделано не меняется так пошла эволюция переделывать дороже если более конкретно выглядит это примерно так появляются какие-то как нынче модно говорить вызовы челленджи то бишь новые задачи перед компьютерный вычислить перед айти отраслью эти задачи решаются потому что они уже появились здесь и сейчас теми средствами которыми их можно решить прямо сейчас и прямо здесь вот решаются они параллельно сразу в нескольких местах обычно потому что ну как бы в разных странах разные там значит корпорации конкурирующие побеждает 12 реже ты подхода которые здесь сейчас актуальны для решения этих проблем после чего вот эти способы решения соответствующих задач а замораживаются лет на 50 если не навсегда в частности хороший пример это так называемый фон нейманская архитектура кстати мало кто знает что никакой архитектуры фон неймана в общем не существует есть здоровенный наполненный всевозможными рассуждениями доклад группы фон неймана в котором нигде явно эти принципы не сформулированы вот и потом значит через несколько десятилетий люди на них поглядели на этот доклад ну и выжили оттуда какие-то утверждения так вот эти принципы фон неймана ну например там бинарная логика использование памяти для хранения команд последовательное выполнение команд до адресация но в памяти все эти принципы они были придуманы несколько десятилетий назад вот если больше половека назад на самом деле да почти уж скоро век будет как не скоро хорошо вот и с тех пор можно было бы придумать что-то и поновее с учетом того как изменилась аппаратная база по сравнению там с тридцатыми годами или пятидесятыми годами прошлого века вот но нет все современные компьютеры за небольшим исключением я сейчас не разговариваю вообще про квантовые компьютерные потому что совершенно отдельная тема вот как раз иллюстрирующие что мы погрязли в легосе они устроены так что все все принципы которые были придуманы там несколько десятилетий назад до сих пор безусловно неукоснительно соблюдаются и это в общем приводит к усложнению и главное к невозможности здесь и сейчас со стороны вот знающих людей объяснить почему так так пошла эволюция вот хороший пример это использование адресуемой памяти с ячейками памяти которая еще где-то в 70-х годах или 80-х было признана главной проблемой фонеменской архитектуры вот ну и что и никто эту проблему так и не стал решать где-то в десятых годах появилась группа ученых такой один русский один итальянец я не помню их фамилии поищите слово смешное такое слово внешне среднее между мемасик и процессор мем процессор по-моему она называлась поищите слово мем процессор дайте мы поищем вместе словами процессор это смешно да вот он видите пятнадцатый год значит не 10 лет назад на полу того вот вот эти ученые из сша и италии очень странную вообще говоря о формулировка почему ученые из сша италии один русский другой итальянец работают в сша то есть это либо ученые сша или брусеные из россии италии ну неважно вот значит выдумали какой-то выдумали какую-то волшебную штуку под названием мем процессор очень туманно ее и очень бизнесовую рекламировали и никуда это все не пошло тут я даже не про то шарлатаны эти два ученых из сша италии или не признанные гений а про то что мысли о том что проблема проблема фон неймана существует допустим с памятью на самом деле существует совсем есть а решение их нет так что возвращаясь к теме сегодняшней лекции мы с вами мы с вами работаем практически в архитектуре фон неймана практически в том виде в котором она была разработана уже почти сто лет назад но хорошо не сто но уже больше чем 50 смиритесь с этим здесь я снова опускаю хороший подробный рассказ про то про историю развития вычислительной техники и какими путями значит она дошла до жизни такой как сейчас вот хочу только как бы отметить совершенно такие произвольно выбранные точки из этой истории чтобы объяснить какое место занимает риск файв в ней ну для начала чисто организационно по системе команд риск файв как нетрудно догадаться соответствует системе организации команд риск прям практически в как ее придумали вот это в том числе и потому что один из авторов риск файва это один завтра в термина риск и идеологии риск собственно сам хэнесси или паттерсон не помню кто из них главный вот может быть оба это те самые люди которые когда-то поняли что ну-ка у которых когда-то возникла идея что в гонке процессоров кто быстрее кто удобнее может победить не тот кто за одну инструкцию ассемблер на машина делает множество множество микро микро инструкций внутренних аппаратных а наоборот что в гонке может победить тот кто у которого ассемблер инструкции примерно соответствует одной микро хорошо не одной но весьма ограниченному числу микропрограммных инструкций это позволяет программисту более эффективно организовывать вычисления пускай более низкого уровня или не программисту компилятору с более высокого языка это позволяет аппаратным разработчикам не заморачиваться не выдавать на гора сложные инструкции которые потом все равно работают медленно и это позволяет проектировать архитектуру самого компьютера таким образом чтобы учитывать то небольшое число микропрограммных инструкций из которых состоит в выполнении одной инструкции мы про это будем говорить когда будем говорить про конвейер и тем самым оптимизировать вычислительную загрузку чтобы конвер вообще нужен для того чтобы компьютер все время работала не просто вот идея оказалась в общем очень передовой на базе этой риск архитектуры по сравнению с арте архитектуре который называется циск вот типичный циск процессор это современные тела там до фигище различных инструкций эти инструкции умеют делать до фигище там есть всякие странные вещи типа одной инструкции сделать векторную операцию над памятью то есть фактически развернуть цикл или одной инструкцией работать с двоично десятичным представлением числа ну короче вот вот странные вещи реально я особенно вектор по памяти даже как медленно я так думаю что в современных процессорах развернутая инструкция написанная на сэмблере который занимается вектор операции по память будет реально работать быстрее как раз за счет оптимизации вот но не важно важно то что есть направление циск есть направление риск вот фактически основная тема риска это вот все что можно сделать быстро нужно поместить в систему команд на все что нельзя сделать быстро не надо туда помещать пускай лучше люди программировать от ручками вот вот тут люди вспоминают две вещи во первых про попытку сделать троичный компьютер троичные компьютеры были в общем довольно долго особенно советском союзе был такое направление вот потому что троичная логика более эффективны чем двоичные в смысле математическом вычислительным но аппаратная база в общем подвела и учет от них тоже отказались хотя опять же могли бы сделать вот и второе тут чем и подсказывает про м1 да значит главный представитель сегодняшнего коммерческого такого успешно коммерчески успешного направления риск это конечно дерево арм вас у которого значит в отличие от многих других представителей собственных наработок процессоров история не прервалась вот дожили до сегодня и вполне отлично работают как на телефонах практически на все на всех да так и например на компьютерах фирмы apple macintosh вот чтобы так вот пресечь такое бинарное разделение мира на циск и риск архитектуры скажу что на самом деле есть еще всякие другие решения вот они не совсем как бы альтернативны циску или риску их можно перемешивать но например есть решение под названием в лиф в эре лонг инстракцион ворд который состоит в том что у вас есть реально мощный процессор но для того чтобы всю его мощность реально загрузить нужно самостоятельно так группировать ваши команды в вашей программе который вы хотите сделать чтобы упаковать много команд в одну большую длинную инструкцию который например выполняет много сложений во многих ячейках сразу она у него ваш процессор аппаратно умеет работать с большими кусками данных или выполнять какие-то большие операции причем очень быстро но на вас тогда ложится задача таким образом написать программу чтобы вот эта инструкция допустим сложение там 256 разрядного числа действительно складывал 256 разрядов они 16 вот представителем такой более-менее чистого понятия влив на сегодняшний день работающим представителем является российской процессор эльбрус вот у которого еще есть куча всяких интересных штук но разговор у нас не про эльбрус а вот вот там как раз прям в полный рост этот влив рулит то есть если вы правильно организовали вычисления он работает очень быстро если неправильно там в 10 раз медленнее вот ну в общем такое дело вот ну и на самом деле если опускаться еще ниже там вот вот в этот многоточие там очень немного всякой мелочи быть как одна риск хотят он отличается от другой в частности архитектура arm который вот как общий бренд да на самом деле это большое большое количество различных договоренность о том как должно быть организована система команд вот вот тут дмитрий подсказывает что можно поменять размер шрифта у редактора у редактора можно дмитрий это он имеет ввиду раз да у редактор можно а вот в бинарном дампе почему-то нельзя не доделали люди я вот буду этим буду с этим бороться можешь сам поправлю в конце концов программа нажал написано что взял до захакал теперь по времени по времени довольно интересно значит 1 16 ряд 1 16 разрядным процессором ну хорошо первым популярным 16 разрядным процессором потому что наверняка разработки шли и раньше в реально популярным вот является ну можно назвать intel 8086 и это примерно конец 70 принципе примерно тогда же появляются все настоящие такие что некоторые раньше некоторые позже вот эти архитектуры архитектуры 16 разрядные и даже 32 разрядные но нигде ни одна из них не было достаточно кроме вот названных не было достаточно устойчиво к тому чтобы превратиться в 32 последствия 60 разрядным дожить до наших дней поэтому мы будем говорить только про intel арм и микс вот наверняка я что-то забыл из того что дожил до сегодня и вполне работает из процессоров общего назначения но вот ситуация такая были какие-то когда-то спарки кстати тоже рисковые но они умерли были там у фирмы директор на этом корпорейшн свои процессоры но они тоже умерли ну в общем вот такая вот неприятная ситуация да где-то в середине восьмидесятых начинают массово появляться 32 разрядные процессоры потому что потребность такая возникает данные стали большие шины адреса явно не хватает вот даже в двести восемьдесятом процессоре который был раньше где-то в начале восьмидесятых уже была попытка значит как-то расширить адресную шину чтобы можно было больше чем шестьдесят четыре килобайта запихать в память значит ну вот условно говоря intel-овский то есть двухразрядный процессор появился в восемьдесят пятом году миксовый это вот та самая микс на который как наследником который является риск файв восемьдесят пятом в арм восемьдесят шестом в общем вот все эти хедлайнеры примерно начали одинаково вот на рубеже 2000-х годов ну даже чуть раньше появилась потребность 60 разрядных процессорах и тут внезапно выяснилось что гиганты не готовы массово их выпускать а хотят выпускать десктопные где штическая разрядность нафиг не нужна вот и штиц раз 64 разрядным были только всякие числа грызы то есть топовые компьютеры которые выпускались ограниченными партиями и 1 решился это дело побороть компания м.д. который выпустил свою архитектуру м.д. 64 вот и вполне значит она стала захватывать рынок и в общем сейчас захватила да то что там intel к этому присоединился это такое понятное дело что там в случае вот такого таких огромных корпораций понятное дело что трудно сказать у кого там кто реальный автор конкретного большого большого продукта очень много народу очень много разных контор участвует некоторые участвуют и там и себя вот так вот этот кусок я рассказываю про то что допустим в тот тот же арм выкатил что что их разрядную платформу в 2011 только году вот именно потому что к этому моменту арм и тогда существовал существовал существовавший микс стремительно вытеснились на периферию то есть нас не было в нулевые годы и в десятые у нас круглая не было вообще компьютеров общего назначения за исключением он их с intel он ну и почти не было вот а такие живые артур как арм и микс или там еще кое-какие которые тогда были живы живы еще они вытеснились на периферию в телефончике полезли вот в встроимое устройство в маршрутизаторы был время когда там в нулевые годы почти любой маршрутизатор делался нами все с линуксом вот потом на армии потом выяснилось что телефончики современные чуть ли не мощнее современных компьютеров должны быть вот и потом выяснилось что почему бы не сделать архитектуру и 64-разрядно для современных компов все это финишировал в тот самый m1 процессора которым тут в чатике говорят это то что в современных маках стоит это между прочим тоже арм 64 вот в этой временной сетке в 2010 году появляется инициатива авторов собственно архитектуры микс которые понимают что гонку интеллектов в том виде в котором она сложилась на 2000 и 2010 годы они не выгодят больше никогда вот об этом у нас будет разговор это гонка по усложнению до современный процессор тот же интеловский занимает миллиарды ключей что ну как то так вот закон муру никто не отменял как известно да значит и вместо того чтобы заниматься вот этой гонкой вооружений обмазанной гонкой патентов авторы штурмит все тот же паттерсон и тенниси плюс прикнувший с ним забыл кто там был третий надо посмотреть вот в этой книжке книжки 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 вот в этой книжке есть этот третий да кто там у нас эндрю ватерман вот ну то есть паттерсон был да все-таки хеннесси он уже старенький совсем паттерсон был инициатором этого проекта вот он ему помогал вот ну там целый команда разумеется над этим работал не только эти по эта парочка значит идея состояла в том чтобы разработать принципиально полностью открытую архитектуру все спецификации которые полностью свободны реализовывать эту архитектуру может кто угодно никакого роялти никому платить за это не надо самостоятельно развивать ее дальше может кто угодно ну собственно вот участвовать в разработке тоже может кто угодно в проектировании ну короче такой типичный открытый проект вот отключающиеся от тех свободных проектов которые мы знаем тем что это open hardware проект коих в общем не так уж и много вот это очень успешный панхарной проект там в начале десятых годов этого тысячелетия века он потихонечку шел 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 и где-то к году 2018 2019 произошел взрыв вот уж не знаю с чем это может быть связано не не хватает как бы энциклопедического знания современной айти вот чтобы сделать хорошую аналитическую оценку но где-то году в девятнадцатом в эту ассоциацию начали вступать массового просто строим самые различные люди и самые различные конторы первой ласточкой послужило то что к риск файву пришли производители винчестеров сказали так чем можно сделать контроллер и никому не платить никакого роялти а заверните нам два пожалуйста вот как я уже говорил сейчас в ассоциации чуть ли вообще не все ведущие производители железомира вот ядер то бишь процессоров которые спроектированы разными компаниями ну вот вот примерно столько вот причем обратите внимание большую часть их занимают люди конторы которые любят микроконтроллеры и делают риск 32 меньшую часть хотя тоже значительно занимают их люди которые любят более толстые железяки делают не только риск рецидуально риск 4 вот так что с разработками ядер для железок все очень 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 сейчас круто но по большей части эти ядра которые идут в изделия на базе соответствующего процессора но как процессор в железе не продаются отдельно вот а те которые продаются отдельно их существенно меньше ну то есть понятник не только процессор вместе с платой до досок существенно меньше хотя тоже в количестве вот видите да это это борт или это кора нет это коры я не эту кнопочку нажал а тут неправильная ссылка хорошо сейчас поменяем вот платформ с вот их существенно меньше из них наиболее популярные это рокет который делает сайфаев они обещали в этом году что-то что-то феерическое и обратите внимание что это чистый опыт хардваре вся доска целиком продает как бы выпускается под лицензии без ней то есть вы можете сделать такую же вам ничего нибудь в а значит опуская всякий бизнес трюки связанные с тема как же вообще вот вся эта корпорация зарабатывает если у нее все все железо имеется ввиду спецификации железо открытое скажу простую вещь ну например может зарабатывать на сертификации вы выпускаете процессор вы говорите мамой клянусь это риск файв покупаете у меня мой процессор это точно риск файв вот зуб дает ну покупатель в общем с твоего зуба мне нехорошо неплохо ты как нибудь гарантии какие-нибудь дай и тут у меня твой риск файв фундэшн говорит дорогой фундэшн а а выпишите мне пожалуйста сертификат что я тут риск файв сделал фундэшн говорит не проблема и дальше тебе показывать прайс лист то есть в там в том месте где вы собираетесь монетизировать не саму структуру команд а какие-то отношения бизнесов и разумеется это монетизация происходит через деньги вот один из способов на самом деле способов много но самое главное конечно эта идея что на бесплатный сыр сбежится очень много достаточно продвинутых разумных мышей вот ну а дальше они чего-нибудь такое изобретут такая вот фигня у нас осталось половина времени как и запланировано на то чтобы поговорить про общую структуру системы команд риск файв то есть мы в целях экономии вместо одной лекции вот на тему бла-бла прошли половину а сейчас поймем займемся непосредственно архитектуры переключаем мозги а нет еще бла-бла к сожалению еще бла-бла да значит продолжаем бла-бла на этот раз приближаемся непосредственно к архитектуре да спасибо спасибо сокращенец приветствую вас снова как всегда все правильно говорите контроллеры пощупать ужасно интересно но в этом щупы не довольно много возни с периферии все так да значит принцип организации риск файв я просто скопипастил свои лекции по принцип организации микс потому что повторя авторы те же там есть один принцип который выбросили мы даже вспоминать не будем он был неудачный это и это типичный риск отсутствие вычислительно сложных инструкций каждый инструкций который выполняете выполняется быстро по памяти фиксированная длина это вот как раз та тема которая у нас не будет и время было уже не было это различные форматы instruction set в том числе с переменной длиной длина фиксированная фиксированная длина хороша тем что в два раза увеличивает скорость считывания инструкции из памяти потому что если у вас длина не фиксированная сначала прочитать первый кусочек инструкции декодировать его понять что инструкции не вся прочитать второй и только после этого декодируется инструкция в случае когда вы точно знаете что инструкции 32 бита высчитывать 32 бита тут же декодируете все количество регистров общего назначения по сравнению с аналогичными так архитектурами 32 разрядными большое их 32 штуки вот как впоследствии выяснилось это вообще хорошая идея делать много регистров общего назначения относительно недорогая поэтому в современных процессорах в том же md64 их тоже довольно много но как бы от того же от любого 32-разрядного кроме мипса как раз отличается большим количеством регистров хотя нет в армии тоже принципиально система команд устроена таким образом что при работе с памятью в память можно оперативной памяти я имею ввиду в память может только писать и читать из нее никаких арифметических инструкций никаких инструкций вида взяли из памяти поживали положили в память почему так потому что как мы помним у архитектуру фон неймана главный один из главных недостатков это медленная память причем она по определению медленная вот а в современных реалиях так сказать то самое легаси на которую мы наступили и никак не сойдем внешняя память она еще более медленная она реально медленнее регистров просто физически вот поэтому чтобы предусмотреть заранее сказать так предупредить заранее возможность писать чертовски неэффективные программы в системе команд нет никаких команд кроме взять и положить в память остальные все происходят на руках все вычисления праздники вот теперь относительно конкретно риск файва ну какие идеи и заложены в риск файв которые позволяют его как бы которую отличают его от друг гатерrons в первую очередь это точно будем постоянно встречаться Система команд Она не для человека сделана Она для компьютера сделана Ну нету команды Положить там не знаю Число в регистр Есть команда прибавить К числу ноли положить в регистр Потому что это одно и то же Потому что выполняется это С одной и той же скоростью Потому что прибавление нуля Оно мгновенное Вот Зачем два разных апкода заводить для одной команды Если можно один Вот когда ты на ассамблевой будешь писать Тебе покажут псевдоинструкцию Про них сегодня поговорим В которой будет написано Положить число в регистр Когда ты это скомпинируешь Ты увидишь что это превращается в команду Прибавить ноль к числу и положить в регистр Дублиющих инструкций В самом instruction set нету Зато есть псевдоинструкция Принципиальная трехадресность Опять таки еще одна тема Которая у нас уже не будет Это отличие трех, двух Одного и безадресных архитектур Стековых например Принципиальная трехадресность Об этом мы поговорим в следующий раз У нее главный принцип Это сильное упрощение логики работы Мы можем закодировать Логические операции В одну машинную инструкцию трехадресную А вот в двухадресную уже не может Об этом разговор будет позже Но вот принципиальная трехадресность Разделение памяти данных команд Этот принцип на самом деле уже не такой важный В MIPSE он поначалу присутствовал Прямо очень жестко Но в любом случае Есть расширение для RISC-файла Которое позволяет Произвольно защищать Произвольные куски памяти От произвольных видов доступа Например некоторые куски памяти Будут доступны только на чтение и запись А некоторые куски памяти Будут доступны только на чтение и исполнение Вот типичный пример Ситуации разделения Область текста, область дата Там где у вас исходный код программы Только на чтение и исполнение А там где у вас данные На чтение и запись Зато исполнять оттуда ничего нельзя И это нужно даже не для того Чтобы предусмотреть Какие-то аппаратные защиты от атак Хотя это тоже полезная штука. Сколько для того, чтобы вообще ваши программы совершенно случайно не стали работать странно. Взяли и записали что-нибудь не туда. А потом оказалось, что вы записали в область кода. А потом начали его выполнять. Такое тоже бывает. Кстати сказать, вот тут сокращенец говорит, что есть специальные дополнения к реттуре RISC-V, которые позволяют плотную упаковку и 16-битные команды. Мы про это будем говорить отдельно. Про так называемое расширение коротектуры. Просто сейчас давайте упомянем это вскользь. Расширение коротектуры нужны тогда, когда мы изобретаем какое-то ядро, и в данном случае имеется в виду новый процессор, для специфического применения. В частности, вот эта самая 16-разрядная инструкция, это для процессоров, в которых важно не быстродействие, не эффективность, а, в первую очередь, плотная упаковка. Ну, у тебя там 4 килобайта памяти на все программы в микроконтроллере. Вот там, конечно, чем меньше у вас битов простаивает, тем лучше. Очень много было сделано еще в МИПСе для оптимизации выполнения инструкции под конвейер, а в RISC-V не только под конвейер. Про это мы тоже будем говорить. Вся система команд зачесана таким образом в расчете на то, что ее будут дальше оптимизировать. И вещи, которые плохо оптимизируются, не реализованы, зато реализованы вещи, которые оптимизируются хорошо. Сама система команд в 16-ричном виде, в бинарном, очень неудобна для чтения, хотя сделаны некоторые жалкие попытки, чтобы сделать чуть более удобнее. И, в первую очередь, предназначены для того, чтобы как можно быстрее аппаратно декодировать соответствующую инструкцию. Мы это увидим прямо сегодня. А вот язык ассемблера, разумеется, развернут лицом к человеку. И на ассемблере писать довольно приятно. Мы это тоже увидим. Ну, разумеется, знаешь, что это ассемблера. Несмотря на то, что регистр общего назначения – это регистр общего назначения, некоторые из них, как это, более равны, как те самые свиньи. И используются для особых нужд. Это либо оговаривается чисто конвенциально, например, указатель стека или указатель фрейма, либо... А, кстати, нет. Указатель стека, указатель фрейма – это теперь не только конвенция. Они входят в планы по оптимизации. Про это мы тоже будем говорить. Либо совсем аппаратные штуки. Например, какой-нибудь регистр 0 всегда содержит 0. И в него можно что хочешь записать, все равно там будет после этого 0. Очень удобный инструмент. Такой девнул для разработчиков процесса. Не устаю повторять, возможно, в какой-то момент вы устанете, а я нет, что документ, называемый «спецификация процесса RISC-V». Вот он. Боже мой, это что, шрифт? Это плохой шрифт, негодный. Давайте мы его откроем другой программой. В этом окошке у меня в броузер хорошо показывается. А здесь, видимо, изоляция сделала свое черное дело, и в ней не видны шрифты. Давайте попробуем. А! Ужас. Давайте тогда мы его скачаем и откроем чем-нибудь человеческим. Ну вот, другое дело. Нет, нам нужно оглавление. Что, нет оглавления? Ну, давай. Вот, значит, это HTML-документ, который, на самом деле, если читать внимательно, оказывается совершенно несложным. Правда, надо сказать, что, чтобы его внимательно читать, надо сидеть и прямо вот читать. То есть, вот, ну, давайте покажу пример какого-нибудь описания. Вот. Сейчас. Это что? Это виды инструкций? Нет, это мы сейчас будем прямо сейчас говорить. Вот, например. Описание инструкции сложения. В действительности здесь ничего военного нет, то есть, если только привыкнуть к аббревиатурам, которые эти железечники любят, прям вот до дрожи, любят всякие аббревиатуры, типа КСЛЕН, вот это вот все. Вот. Да? А в действительности, в общем, ничего военного здесь не написано. Вот здесь написано про то, что у всех этих операций одинаковый обкод. Здесь написано, какие регистры для чего используются. Здесь написано, что вот тут у нас лежит immediate, то есть, непосредственные значения, которые мы хотим в данном случае прибавить. Вот. Что еще? А тут еще есть shift и or, xor. End, shift, add, or, xor. Ахитметическая операция. Вот. И очень весело читать примечания, которые написаны курсивом, потому что там написана всякая мотивация. Почему мы не сделали не так, как в МИПСе, почему мы не сделали так, как в других архитектурах. Вот эти примечания курсивом, это вообще самое интересное в этом документе, который можно читать. Вот. Это я к тому, что несмотря на то, что это реально такая зубодробительная техническая спецификация, читать это можно. Вот. Иногда приходится пересчитывать по нескольку раз, прежде чем в курить в то, что там написано. Но за исключением тех самых аббревиатур, которые надо тоже сначала в этом же документе поискать и понять, что они означают. Все остальное это вполне себе герметичная информация. То есть эта спецификация не требует чтения каких-то других еще документов. Этим она очень уютная. Вот. Самое интересное, что, как и все связанное с проектом RISC-5, этот документ абсолютно свободно лежит на гитхабе. Это просто латех. Вот. И если кто-то возьмется выгнать из этого латеха не PDF, а HTML, который мы опубликуем у нас на Unixorgue, чтобы можно было в него ссылаться прямо на конкретные места. Вот. Тому я буду очень благодарен. И не только я, потому что это сделает план курса гораздо более удобным. Заранее, заранее. Короче, буду очень благодарен. В принципе, сама система команд в RISC-5 очень простая. Если в это понятие очень простая, включить практические соображения о том, как она должна быть организована с точки зрения эффективности работы на железе. Мы увидим это прямо сейчас. Есть всего четыре типа команд. Команда вида регистр-регистр, точнее регистр-регистр. У нас же трехандресная архитектура, значит, три ячейки. Команда вида непосредственное значение регистр-регистр. Команда вида регистр-регистр непосредственное значение. Сейчас расскажу, зачем так. и команды вида большое непосредственное значение один регистр все то есть предполагается что основная арифметика и вообще основная логика происходит на регистрах для этого существует команда типа r если мы занимаемся чтением из памяти и вообще выполняем операцию в которых адрес ячейки является источником или адрес ячейки является источником или само число которое мы записали в нашу команду является источником то это будет тип и вот ну например только что нами просмотренный вид инструкции сложения числа с регистром поместить в регистр как раз тип и вот если у нас источником если у нас память является приемником то тип с и наконец если нам нужно большой кусок числа больше чем те несчастные 12 битов которые у нас в с и типе записать в инструкцию чтобы потом с ним что-то сделать это будет тип например есть команда положить аж 20 битов в ячейку правда почему-то в старше ее разряда поэтому сейчас поговорим вот всего четыре типа кроме того команда типа с и типа используются еще и для переходов с для ближних переходов у для дальних переходов но об этом у нас будет разговор следующий раз когда мы будем говорить про адресацию в все циклы вот значит еще раз основная арифметика на регистрах если мы работаем с памятью то есть команда типа store и команды типа и ими лет вот команда типа store понятно для сохранения команда типа и а на самом деле тепло для чтения но еще и для того чтобы прямо в прямо в инструкцию положить маленькое число это маленькое число засунуть в регистр не ходя в память вообще вот в конце в нулевом там 7 битов занимает так называемый обход обход это собственный номер инструкции типки и вот дальше очередные пять битов занимает регистр приемника и это всегда приемник даже в том случае если у нас имидит значение играет роль приемника вот дальше идет по поля типа функт которые это просто такие модификаторы вот чтобы можно было прочесть об код тут же вы декодировать а уже то микропрограммная тот микропрограммный контур который выполняет допустим ну не знаю там арифметическая операция он бы читал поле функт это и вот это и уже выясняла какую собственно очевидческую операцию 2 там сдвиг сложение еще что-то вот это так сказать зарезервированные поля вот хотя во многих случаях они уже разрезервированы чем-нибудь значит и два регистра регистр источника 1 и регистр источника 2 вот источник источник приемный сразу скажу в ассемблере все наоборот в ассемблере сначала идет приемник потом источники не перепутайте в схеме когда вы который будете смотреть в документации будет вот так в ассемблере сначала идет приемник такая вот фигня я когда делал сегодняшний пример к лекции я ошибся забыл вот теперь относительно вот этих вот значений в кавычек вам в квадратных скобочках вот у нас есть простая инструкция типа и которая говорит о том что мы возьмем маленькое число проделаем над ним какую-нибудь операцию например сложим с регистром и положим его этот результат в регистр destination ну например можно сделать так маленькое число 12 бит то есть фактически это трехзначное шестнадцатеричное число причем у него поскольку старший бит знаковый то там она ну скажем так если он положительно то не просто трехзначный они начинаются не не с 8 вот 7 и меньше а если отрицательное то тоже ну вот небольшое число с другой стороны это такая вполне себе разумная константа которая нам часто бывает нужно там прибавить 10 прибавить там размер ячейки прибавить 1 прибавить 4 вот такого рода арифметической операции типа иметь это отличная работа и так источник один источник вернее так вот это источник 1 это источник 2 потом мы что-то с ними сделали положили в приемник операции типы а вот в случае когда у нас приемником является ну например адрес в памяти операции типа с у нас возникает у нас как у дизайнеров этого всего безобразия возникает дилемма либо сделать инструкцию удобный для чтения человеком вот как раз сокращение спрашивает это нужно для чего-то это нужно только для общего развития это и для того чтобы вы осознавали почему вы не можете читаешь на стиричный код понимать что там написано вот мы про это в основном говорить то и не будем я сегодня про это говорю просто чтобы вы понимали что видишь на стиричный код конкретного конкретной машины инструкции не так то просто это без дополнительных приспособление дешифровать так вот обратите внимание что эти инструкции типа с не устроена таким образом что у нас здесь destination здесь сорса здесь сорс нет поскольку а для удобства машинного быстрого эффективного декодинга соответствующей инструкции всегда десос дешенейшн должны быть на своих местах пришлось вот это вот имиде значение но в данном случае это смещение по адресу взять распилить на две части вот здесь от одиннадцатого до пятого бит а вот здесь от четвертого до нулевого упс то есть вот эти 12 битв распилили на части запихались в следующий раз мы увидим как издевательские люди относятся к этим имиде значением если это не имеет а вообще адреса адреса там жутко перемешан поэтому в частности в нашем курсе который посвящен архитектуре ивм вот в эти вот представления мы будем глядеть только одним глазом а заниматься будем ассемблером не потому что у нас курс по программированию на ассемблере а потому что это для человека гораздо более близкая штука чем вот это вот а когда вы посмотрите в вот эту вот pdf-ку повнимательнее вы увидите что там есть еще более страшные картинки которые надо один раз понять и в общем не пытаться это воспроизвести руками помимо того что вот у вас четыре этих самых вида инструкций что умеет микс я уже не микс риск файл да я уже говорил что главный принцип не добавлять в процессор операции которые выполняются долго и поэтому даже даже умножение в базовый комплект инструкции не входят он входит она входит так называемое расширение разумеется мы будем им пользоваться потому что так удобнее но почему так но мы с вами знаем что умножение работает примерно во столько раз медленнее какого какова разрядность нашего числа и деление кстати то что фактически умножение это такой по разрядный сдвиг и прибавление сдвиг и прибавление сдвиг и прибавление вот соответственно если у вас число 32 разрядное то примерно 28 что ли опираться на это требуется вот понятное дело что по сравнению со сложением который условно говоря работает один такт вот это 32 тактовая 28 тактовое умножение это долгая операция тем не менее она всегда нужна но вынесена в отдельное расширение вы можете проектировать ваш процессор и ваш компилятор и вашу математику исходя из сверхбыстрых операций сложения а умножение делать сами потому что она все равно будет делаться примерно с той же скоростью что-то тут не дописано значит условные переходы а да значит в риск файме есть отдельная операция условного перехода то есть операции вида сравнить число с числом и по результату перейти и это потому что она трехадресная и соответственно это нас освобождает от необходимости иметь регистр флагов вот это вот все сравнили перешли атомарная операция допустим мы про это завтра поговорим в следующий раз вот здесь не написано еще расширение f надо вписать да ну точно f посмотрим по моему f вернись дорогое давайте поищем слов флот ф да я был прав это расширение f надо вписать сюда давайте впишем значит расширение f это floating point точно с шрифтами что-то не так удивительное дело куда это вписать вот расширение f во-первых надо писать штуковый переход это атомарная операция вот там флагову атомарины атомарина это отличное слово комарные атомарины до расширение f floating point значит в чем идея опять таки почему это расширение потому что работа с floating point это совершенно отдельная тема вот а вот тут сокращение поправляет что давайте поправить поправим f и d расширение f и d хорошо расширение я я математический сопроцессор вот потому что floating point это всегда довольно долгая операция понятное дело что в базу инструкции они саркс садов ходить не должны и вообще но арифметический сопроцессор устроен совершенно по-другому как обычно чем обычный процессор поэтому как правило у него свои данные свой формат свой способ работы ты ему говоришь вот тебе число преобразую пожалуйста во флотинг-поинт и сложи вот а потом забираешь вот еще и q есть да а еще между прочим об этом будем говорить когда будем говорить про сопроцессор есть еще специальные расширения о том как вычислять floating point прямо на интеджер регистрах они тоже уже есть они еще не приняты не ратифицированы но про позвал и уже лежат там вот в спецификациях довольно забавная штука как уже было сказано работа с памятью это отдельные инструкции типа лод интеджер или лод адрес вот александр давайте мы про это поговорим на соответствующей лекции ответ на вопрос такой понятное дело что регистр это одни и те же но система команд а вот тут ведь сокращенец уже отвечает да да все так андрей задает важный вопрос будет ли разговор про связь с близ будет только в том случае если кто-то в этом активно поможет я не готов я точно не в теме и не готов за фиксным тайм эту тему осваивать вот если будет человек который мне расскажет в чем суть этой самой связи с близ да и мы с ним вместе потыкаем в какое-то работающее железо то я с удовольствием расскажу вот возможно андреева нам надо с вами снова связаться по причине того что видите тема риск файв стала более востребована возможно все наши с вами хотелки нам удастся реализовать помните у нас был разговор там про стенд вот это все так было у нас осталось 15 минут ну кстати не так уж и много времени сокращение с дорогой то же самое если у меня и как бы либо это и другое дорогой барс где тут спрашивает а будет ли демонстрация работающего железа у меня рядом со мной на рабочем столе стоит работающие железо риск файвы от наша сборочница альтовая вот выглядит как обычный компьютер ну то есть я могу снять с него крышку показать вот этот сайфа и русскую плату с вот таким вот вентиляторе ком это единственное что будет ее отличать от обычного компьютера значит честно не знаю зачем я здесь написал отдельным типом работа с памятью у нас будет разговор про режим адресации в том числе и про работу с памятью давайте лучше посмотрим что такое псевдо инструкция к сожалению картинка будет вот такого размера блин не знаю что с этим поделать попробую сегодня после лекции побороться с этим вот я секунду у меня был способ запустить этот раз волшебным образом а вот сейчас хотя бы большие буковки будут большими значит вот смотрите открываем программу а давайте вы прям с нуля напишем чё там напишем lot integer давайте мы сейчас временно сделаем еще побольше чтобы было прям хорошо видно вот к сожалению не будет видно бинарного кода но ничего не попишешь разберемся lot integer в регистр ну допустим не знаю т 0 ну какое-нибудь число шестнадцатичное как я уже сказал меньше чем 0x800 0x754 654 и для сравнения инструкция лады интеджер т 1 число больше чем 11 битов ну скажем 0x 8 7 6 5 4 3 2 вот нет 76 4 5 3 2 1 вот такое в сохраним это дело в какой-нибудь файл один вот иначе не заработает скомпилируем такая вот фигня получим вот такую картинку не видно ничего давайте мы тогда сделаем вот так вот я знаю что чуть знает что надо делать надо сделать вот так вот открыть изображение в новой вкладке и вот так вот о шикарняк вот значит обратите внимание тут правда раз два три два три 4 5 6 7 но это же неважно обратите внимание как две ассемблерные инструкции что одна из них оказалась псевдом обе на самом деле из них оказались псевд инструкции причем инструкцию номер один load integer в регистр т2 0x 1 2 3 в действительной оказалось добавлением это сложение числа 0x 1 2 3 непосредственно лежащего вот оно его видно хорошо это immediate который у нас в инструкции стоит вот здесь сейчас покажу вот он этот immediate да вот раз два три сложение с регистром т2 он же x7 значит проименование регистров мы видим в следующий раз поговорим вот и регистры x0 он же zero который в общем пустой лежит сюда ну и собственно положить это все в а нет соврал 123 сложить x0 положить в их 7 все время забывая что дистанешь у нас в начале вот это псевдо инструкция в том смысле что никакой инструкции лады на джер в действительности в инструкциях не существует а существует инструкция добавить нет нет и медит лады медит не существует а существует инструкция добавить и медит к числу и положить к регистру положить другой регистр мы добавляем к нулю 123 пока же кладем это в регистр 7 получаем результат такой же как есть было инструкция лады видите вместо него а вот в случае когда мы хотим положить большое число так не получится мы помним что размер этого имеется в инструкции типа и всего 12 битов больше нельзя если мы хотим положить большую инструкцию туда то было большое число то нам придется нам придется разбить число на части на кусочек в 12 бит в кусочек в 20 бит и положить их туда отдельно как это происходит мы берем старшие 20 битов это 0x1234 на самом деле там еще четыре бита но просто тут вот опять цифр да и используем инструкцию типа у она называется луи которая выглядит вот так нет это не тел синтаксис ни разу это как бы такой синтаксис который принят в обе именно мипса и зайти затем этого самого риск файва я не помню когда на что он больше похож но нет это не тел вот инструкцию типа у вот она у которой есть 20 битов но обратите внимание что эти 20 битов 3112 это 20 старших бит в тех сам то есть фактически наш инструк наша в эта команда почему это всеми вот это включая наша вот эта команда луи берет из нашего числа 1 2 3 4 5 6 7 старшие 20 битов 1 2 3 4 ну и 0 0 1 2 3 4 вот они 0 1 2 3 4 и кладет их в старшие 20 битов регистра чего там x6 он же т1 потом в машинном коде появляется вторая команда и это нам уже известная команда добавления к вот этому 1 2 3 0 1 2 3 4 0 0 0 0 тупо добавляется еще число 5 6 7 ну потому что добавление это операция быстро добавление к нулю работает быстро никакого переноса там нигде не планируется из-за этих нулей вот вот такая вот интересная фигура давайте мы это еще в отладчики посмотрим хотя это будет плохо видно и перейдем уже к концу нашей лекции а то время нас поджимает отладчики посмотрим отладчик тут тоже нифига не видно хорошо вы будете мне верить на основу вот вот я выполнил лот и мидиат в т 0 654 и вот это вот зелененько здесь написано 654 ща секунду вот здесь написано 654 можете мне верить на слово теперь я выполню одну инструкцию из лоды мидиат большое число это инструкцию луи лот опер и мидиат вот она и давайте посмотрим в результате в регистре т1 у нас приехало число 0 7 6 5 4 0 0 0 как я и обещал теперь к этому числу добавится 3 2 1 и получится 3 2 1 вот вот примерно это есть идея понятие псевдоинструкция а заодно понятие того как работают инструкции которые непосредственно прямо изнутри самого кода инструкции записывать что-то в регистр александр нет хитрость состоит в том что сама си инструкцию луи зануляет эти 12 битов то есть регистр может содержать мусор но в тот момент когда мы выполняем луи да вот здесь вот здесь к нам приезжает 0 1 2 3 4 0 0 0 в регистр x6 дальше мы отлично с ним складываем так ну собственно мы про все поговорили еще раз повторяют только 12 битов причем один из них знаковый если присмотреться вот здесь мы увидим что ему мы всегда начинается в начале то есть мы всегда знаем что знаковый бит нашей ячейки инструкции соответствует знаковую биту числа имидит именно для этого она распилена вот таким вот образом неприятно то нам не нужно догадываться где еще может быть знаковый бит он всегда 31 бит нашего и нашей ячейки если там единичка значит мы можем делать sign extension не глядь вот ну давайте чуть более сложный пример программы на раз который у вас должен в качестве домашнего домашнего задания просто заработать эта программа сложения двух чисел мы пока что воспользуемся не очень понятным нашему нашему не очень изученным нами понятием environment call он же системный вызов точнее вызов внешнего окружения вот ну будем считать это волшебными словами которые значит которые которые мы используем для того чтобы вызвать и варент кол надо в регистр а7 он же он же какой он же он же x17 записать номер системного вызова в данном случае кажется 5 и это будет ввод целого числа что мы делаем мы в регистр а7 записываем вот а 7 я сказал записываем 5 вот целого числа дальше вызываем системный вызов в результате то системного вызова в регистр а 0 приедет введенное нами число мы его откладываем допустим допустим в регистр т1 поскольку регистр а7 у нас не изменился мы снова можем вызвать тот же самый системный вызов еще одно число ввести дальше склад склад сложим а д д ну скажем а 0 а 0 ты 1 то есть прибавим к результату нашего ввода как мы вводим новое целое число прибавим к нему еще наш т1 который вот напоминаю что destination это первый регистр всегда загрузим в а7 на системный вызов вывода целого числа и вызовем ну и на всякий случай вызовем системный вызов останова по моему это 10 в принципе марс написан так что если ваша программа закончилась то она внезапно останавливается вот это не очень хорошая идея потому что у вас может в памяти быть еще что-то она тогда начнет выполняться поэтому хорошо в конце программы всегда вызов вызова системный вызов остановок вот эта программа вводит целое потом еще раз вводит целое предыдущие целое сохраняет регистр т1 потом складывает только что введенное целое сам регистром т1 заносит результат в 0 вызывает системный вызов 1 печать этого самого 0 вот ну и собственно вот давайте проверим так ли это считать сохранить у нас напишем от д д 1 как-то так скомпилировать я написал программу без ошибки к сожалению вот давайте мы не будем здесь значит пытаться вглядеться в эти циферки просто запустим вот как открывается окошко ввода где надо ввести ну скажем 1 2 3 4 это первое число 5 6 7 это второе число и вот результат 2 7 0 1 это собственно сумма выводится вот давайте я покажу что я не соврал вот это был первый вот это был второй вот это был вывод вот у нас закончилось время на заканчивается лекция сейчас буду разговаривать по домашние заданиям ага вопрос если список сисколов для марса есть для рарса вот он в разделе help очень удобная штука очень полезное чтение help помпор арсу он отчасти даже заменяет чтение вот этой здоровенной спецификации и там прям есть отдельно сисколз в этом сисколз все есть извините что я его сразу не открыл help сисколз print int вывод целого red int ввод целого exit 10 вот 5 1 и 10 то что мы с вами использовали значит вопросы насчет того насколько они для каждого окружения свои ли есть стандарт интересный если мне не изменять память спецификации нету никакого стандарта у каждого окружения они свои но исторически так сложилось так пошла эволюция что вот эти сисколы которые в марсе они и потом они стали в рарсе и потом всякие эмуляторы риск файлы их тоже воспроизводят их же чтобы совместимость было но в линуксе конечно сисколы все свои такая вот ну и по своему устрою так еще вопросы а я пока про домашнее задание значит смотрите как вы поняли очень много для того чтобы нас мы друг друга понимали на наших лекциях нужно знать заранее условно говоря ту самую первую половину первый кусочек курса по архитектурам которые которого у нас с вами уже нет вот актуализируйте вот это все всякие значит понимание того что такое регистр и тогда установите и запустите раз добейтесь того что на нем запускается вот эта программа сложения двух чисел то можно просто тупо скопипастить если убрать номера струк вот кому нужно регистрируйтесь на курс там будут там нас будут ожидать это и джадж там будут ожидать нас задачки задачки по ассемблеру вот заодно напоминаю что регистрация в джаджи означает регистрацию на курс не забудьте указать фил группу факультет в общем сведения про себя потому что иначе будут проблемы с оценки так пошли уже благодарности спасибо андрей да добрые слова если нету больше вопросов то наверное тогда мы с вами по этой теме расстаемся на неделю а завтра у нас первая лекция по курсу разработка на питончике и всего доброго до новых встреч